Это Лилу Уэйл Маленький кит Встречайте новый хит Ты это я, а я это ты Детка, поделись со мной Расскажи свои мечты Говори, что вечно где-то в облаках витаем Сайд Милокейшн Вместе полетаем Ну что, друзья Welcome to New York Боже, я вчера напугалась При том, что я не пью уже давно, вы знаете Но я даже, честно говоря, не напугалась Я, может, выпила внутри, ну, может, окей, может, 4 бокала Красного вина, но я смешала два разных красных вина И мне, короче, было плохо Anyway, я уже в Нью-Йорке Я останавливаюсь в этот раз у нашего друга Филиппа Я думаю, все, кто давно меня смотрит, помнят Филиппа У меня какая-то неполадка с кожей Значит, все вы знаете моего друга Филиппа Из моих предыдущих влогов Когда мы пытались выжить во время дождевого шторма Когда нас затопило И, ну, короче, кто видел, тот видел, кто не видел Вернитесь год назад и посмотрите Это было весело Anyway Мне кажется, что я немножко приболела У меня болит горло Я так и не могу понять Или это я вчера разболталась, короче Или все-таки я заболела Не знаю Пытаюсь понять Пока еще ничего не поняла Вот Еду, короче, к Филиппу Потом Иду пешком на спрейтен А потом беру Филиппа на ужин Вот Ну все Увидимся Доброе утро Вот Я сняла там классные тоже ролики Сегодня мы с ней еще раз встречаемся Будем снимать контент на улице Надеюсь, что я не замерзну Потому что вчера была теплая погода Вчера была плюс 20 Сегодня плюс 13 Но сейчас прохладно Такой холодный ветер Вот Короче, я иду сейчас в Форт Марлс И встречаюсь там с своим новым агентом У меня был такой небольшой скандал с ними недавно Я хотела уходить И решила остаться Потому что меня взял под свое крыло Новый агент Которого они взяли из IMG Я думаю, кто хоть что-то понимает в модельной индустрии Знает, что IMG это ведущее агентство мира Они очень крутые И поэтому я В принципе, хочу попробовать Это был помощник Серджио Хатсон Anyway Короче, я Хочу Дать им возможность Я им дала возможность 6 месяцев Попробовать исправить ситуацию Которая меня не устраивает Но Кажется Они опять немножко факторы Посмотрим Если я смогу это доказать Я провожу сейчас расследование Которое связано с этим Их Как бы С этой ошибкой Вот В общем, я иду встречаться с моим агентом Новым Который Был одним из ведущих агентов IMG Теперь она мой агент Жалко, что я так плохо выгляжу сегодня Ну и резвы рельс Как говорите Будем работать с тем, что есть Сегодня я встречаю Сулбос на ланч Потом я снимаю видео с Жанной После этого я иду домой И потом у меня ужин Ну, с Жанной мы идем вместе с нами домой Что я там буду еще переодеваться Воревер И потом мы идем на ужин с Дианой Вот А завтра у меня утром кастинг И самолет с 2 часа Вот так Вот такие новости, друзья Буду держать вас в курсе Песторим, что вчера ничего не сделала Юлия Ну что, друзья Привет, наконец-то Кто, вы думаете, пожаловал к нам Вью-эс-эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Но давайте представлю вам мою сеструху Зульфия Ручкина. Здравствуйте, Зульфия Ручкина. Как вы поживаете, как вы доехали, как вы себя чувствуете? Вы просто, наверное, в шоке. Я просто в восторге, что я это сделала, что совершила такое классное путешествие. Я просто так рада, что я сюда наконец-таки попала столько лет. Я не могла этого сделать, и вот такие вот такие вот действия. И, друзья, что мы делаем? Мы шопимся! Мы зашли в магазин Express, и здесь я вот мерю вот такую красивую блузку. Я ее, наверное, возьму. И обязательно покажу вам, что еще мы будем выбирать, смотреть. Вот моя сестра мерится. Здесь просто, если играет музыка, мне придется... Нужно либо сильно громко говорить, либо мне нужно свою музыку в этом накладывать, знаешь? Ну-ка, приподними. Я люблю пенцы. Ты любишь пенцы? Нет. Слишком короткие? Что-то не то. Да. Если этой штуки не то, попробуй с другим чем-то. Да, давай. Ног супер красиво. А выкажи спереди. Да, красиво. Но только юбку надо пониже чуть спустить. Вот, да, вот так. Да, я обожаю такие. Супер красиво. Юлия. Юлия. Ну что, друзья, всем привет. Мы, как обычно, в прямом эфире. Передавайте привет моему влогу. Я вернулась, как вы видите, с Пилатеса. Отлично потренировалась, так как завтра я тренироваться не смогу. Как вы видите, все кубы на месте. И сейчас, друзья, будет распаковка. Все, что мы купили с моей сестрой вчера и позавчера в Чикагском аутлете. Нам, на самом деле, очень повезло, потому что в воскресенье была дополнительная распродажа во всех магазинах. Но, если честно, мы успели зайти только в два магазина и купить только в двух магазинах. Поэтому нам пришлось вернуться вчера для того, чтобы сделать дополнительные покупки. Так что вот, начнем мы с более дешевых брендов и покажем вам все, что мы купили с моей сестрой. Надеюсь, вы готовы. Русланчик, привет. Короче. Привет. Кто-нибудь, напишите распаковка покупок из аутлета, и я запиную ваш комментарий, чтобы люди, заходящие в прямой эфир, знали, что происходит. Пожалуйста, напишите. Так, это вот у меня такие шортики. Что за бренд? Express. Бренд Express. Я такой бренд не знаю, хотя Юля говорит, что он был у нас в России, я, честно говоря, его не помню. Вот такие там шортики. Это что-то типа Zara, да? Да. Я, короче, купила себе белую блузку и еще только футболку купила. Это, кстати, американский бренд футболки. Называется он Forever 21. Это очень дешевая одежда, еще дешевле, чем H&M, но там всегда можно найти какие-то классные трендовые вещи и их носить прикольно. Вот. Вот такую, Зарю купила себе футболку. По типу той, что есть у меня. Вы видели, у меня есть такая классная розовая футболка. Вот. Так, вот, распаковка. Сейчас. Пин камент. Вот. Соответственно, вот такая вот крутая футболка. Она стоила в оригинале 24 доллара. Мы, наверное, взяли ее баксов за 9, потому что это был outlet. И вот такие классные шорты от бренда Express, но они стоили, кстати, не супер дешево. А я взяла себе вот такой Express, extra large, белый, как это называется? Рубашка. Рубашка. Белая рубашка. Чтобы, как в Сейн-Лоране, носить ее вот так супер открыто. Здесь будет такой маленький черный лифчик с такими большими золотыми сережками. В общем, как в Сейн-Лоране, буду ходить и радоваться. You know. Вот. Эта рубашка стоила баксов 40, наверное. Тоже, типа, со скидкой. Все такое, но вы поняли. Как вы оцениваете зульную фигуру? Зульную фигуру. Я оцениваю зульную фигуру 7 из 10 для матери, которая родила, выносила и откормила трех детей. И последний был всего лишь три года назад. Для женщины в 30... Сколько тебе? В 35 лет. У нее охуенная фигура. И вам всем без часа только завидовать. В общем, вот такое вот красивое платье, которое мы тоже взяли в Express. Окей. Конечно же, это было выбрано мной. Потому что Зуля не соглашалась, говорила, что она не хочет. Я ей сказала, что ей это платье очень идет. Нам нужно только подшить немножко лямки, чтобы чуть-чуть повыше сидела. Вот здесь, потому что здесь достаточно много места. Ну, как вы знаете, у нас в доме живет профессиональная швея. Многофункциональная женщина в лице моей матери. И это платье стоило... Ой, вы знаете, сколько оно стоило? Оно стоило 100 баксов. Мы его взяли баксов за 60. Оно из, на самом деле, очень классной ткани. Покажите поближе. Оно из очень классной ткани. Такая, знаете, она такая... То ли рыболовная сетка, то ли хлопок. То есть, она видно, что она никогда не покроется катышками, да? И она такая супер... Такая durable. Так, ну все. Мы купили вдвоем. И я себе купила, и Зуля себе купила вот такие классные топики. Тоже от бренда Forever 21. И он стоил там что-то тоже, типа, 5-6 долларов. Вот такой вот, знаете, как бы спортивный, классный, нюдовый, идеально подходящий под цвет топ. Зуля его одевать не будет. Так что сейчас мы вам покажем, что мы купили одинаковое вместе. И пошла, и пошла. От бедра. Короче, я уломала ее купить это платье, потому что оно стоило 9 долларов. И я сказала, что если ты не будешь его носить, подаришь кому-то, выкинешь, like it's okay. Да, может, девочке подаришь, ну whatever. В общем, я показал, что это платье супер cute, у него очень красивый цвет. Да, он им очень идет, этот оттенок. Да. Просто наш. Это, кстати, тоже платье Forever 21. И оно было на сумасшедшей скидке за 9 долларов. Оригинальное, кстати, сколько у него было? 25. 25 долларов было оригинальное, мы его взяли за 9. Ну что скажете? И пошла, и пошла, и пошла, и пошла. Да, у нас разница 3 года и 3 месяца. Что лучше, Cartier или Tiffany? Я покупаю только Tiffany, потому что мне больше нравится эта эстетика. Зуля старше меня, да. В кого вы такие длинноногие? У нас вся семья длинноногая. Моя мама для стандартной азиатской женщины очень высокая женщина. У нее рост метр 70. У нашего отца рост метр 75-6-7 был, наверное, когда-то. Все мамины братья под 2 метра. Соответственно, есть, у кого есть такие гены, все родственники моего отца тоже там от метра 80. Вот, поэтому нам очень повезло, мы забрали все самое лучшее. Вот такое вот красивое льняное платье. Окей, это магазин на диване, короче. Зулин, как говорится, любимый бренд. Называется он ГЕС. Да, почему-то в России очень любит ГЕС. Зуля хотела купить, короче, футболки с надписью ГЕС. Я ей это запретила делать, сказала, что мы такое говно не носим. А вот это красивое, это платье, кстати, льна, мам. Как тебе платье? Ты хоть смотришь, что делаешь? Я смотрю, я читаю комменты. Как тебе платье, мам? Очень красивое. Красивое, да? Это лен, поняла? Лен, 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 да. Да, и оно типа стоило в оригинале 100 баксов, а мы взяли за сколько? За 50, что ли? Нет, оно стоило 75, а мы его взяли за 50 долларов. Ну, это типа новая коллекция, но они там со скидками все продают, даже новую коллекцию. Ну, как? Все в шоке. Вот такое вот красивое платье. От бренда Saint Laurent. Я там еще не купила, честно, все платья, но меня моя семья, естественно, отговорила от всего. Мне нужно тоже здесь укоротить эти лямочки. Вот, в общем, это платье Runway Collection. То есть, это прямо с подиума. Платье подиумное, оно стоило 2500 долларов. Ну, естественно, вы знаете, все нормально. Как вы думаете, угадайте, за сколько я его купила? Так, ну что? 500, 300, 100, 500, 79. Сюда можно, да? Здорово. Платье стоило, да, действительно, около 300 долларов, 200 с чем-то. Она, на самом деле, очень добротная. Даже вот эта вот, вот эта веревка, в ней есть бусины. Такие же, тут железная, во-первых, цепь идет, и внутри еще бусинки. В общем, очень красивое платье. Не знаю, что вы скажете, друзья. Секси-шпекси. Окей. Четкая. Индианка прям. Ну, давай, покажи. Ну, си. Софт год, блин. Я, короче, уломала свою сестру купить это платье. Она не хотела, естественно. Но вы должны сказать, что оно ей очень идет. Посмотрите на этот красивый лиловый шелк. Посмотрите, она в нем выглядит, как богиня из кино. Как сложно озвучить, брат? Это APL, по-моему. Или ACL, как называется. ALC. Это такой мид-сегмент, по типу Sandro, The Cupless. В Америке американский бренд. Сколько оно стоило? Оно стоило 50 баксов. Оно в оригинале стоило 500. Девочка проснулась. Оно в оригинале стоило 500, а мы его взяли за 50 баксов. За 50? Да. Сейчас будет распаковка очков и обуви. Сейчас мы вам покажем, что мы купили. Давай, тащи пакет. Значит, моей сестре мы купили модные резиновые тапочки. Вот такие вот красивые, это резина, да, то есть это не кожа, а резиновые тапочки, которые можно носить на пляж, на бассейн и так далее и тому подобное. Пришла главная звезда телеканала Стелла Биченко, но она еще пока просыпается. Вот там вот, так что не будем ее отвлекать. Откуда меня смотрит, моя булочка. Бэ! Как же вы тут? Две или ты тут без меня? Как это так? Так вот, резиновые, короче, вот такие красивые тапочки, смотрите, просто бомбовые. Это тоже Forever 21, и они стоили типа 10 долларов. Ну, посмотрите, какая красота, да, вообще бомба. Откуда? Вот такие вот тапочки. Что скажете? Это вы все купили сестре. Да, потому что, как вы знаете, у моей сестры нету кредитной карты, никакой. Это чьи? Мои. Моей сестре мы также приобрели. Перетяни все пакеты сюда просто. Для моей сестры мы купили очень красивую пару обуви от Saint Laurent. Вы знаете, я люблю этот бренд, он вообще достаточно классический, у него очень много классических моделей. И вообще Saint Laurent, it's amazing, да, у них классные обуви, классные сумки. Я думаю, вы это и так прекрасно понимаете. Как говорится, распаковка, да. Вот такие вот мешочки. И здесь у нас красивые, как-то они называются, Ора, Опраха, Опраха, классические слайм. Ну, какие Saint Laurent'чики модные. Ну как, сестра, ты довольна за 250 долларов? Ну, королева, королева. Окей. Потому что это классическая модель. Она вообще не идет никогда на скидку, только в Ултлете случайно может залететь какая-то пара. Потому что это была какая-то сезонная, потому что это, например, сезонные Saint Laurent'ы. Почему? Потому что они сделаны из джинсы. То есть это черная джинса, она не выглядит, она издалека может даже выглядеть как кожа, но это на самом деле черная джинса, да. То есть это, возможно, была какая-то сезонная модель, и они такие больше не будут выпускать. Не вилю? Поверенность не вилю. Похоже на джинсу, да? Не вилю. Мне кажется, это джинса. А, да, джинсы. Живы, шкаф. Живы, шкаф. А так, если вы не смотрите, такой вилю. Не видно, да. На, упаковывай. Так, следующий айтем это Saint Laurent. Мы взяли здесь вот такие шикарные сапожки. Они стоили 200 баксов. Like, clearly 200 долларов за сапоги от Saint Laurent. Они сделаны из... Как это называется? Как это называется? Как твоя сумка? Замша. Замша. Они сделаны из замши. Покрашены. Посмотрите, как они красиво покрашены. Просто посмотрите, какая красота. И они стоили 200 баксов. Ну, естественно, я взяла себе пару, и Зуля тоже взяла себе пару. Я думала, что надо брать. Надо брать. Окей. You know. Бля, какие цены все в шоке. Друзья, вот понимаете, как бы нужно знать, где, когда, зачем и почему. И что. Главное, что. Главное, что. Потому что я вот расскажу вам смешную историю, окей. Значит, мы подходим к магазину Saint Laurent в Outlet. И все хотят кофе. Мы только зашли в Outlet. Все хотят кофе. Я говорю, окей. Вы вдвоем, мама и Зуля, встаете в очередь. Стойте в очереди. Потому что там очередь из 10 человек. А я иду вон туда, за Старбаксом, и прихожу, и мы все идем в магазин. Эти, значит, куропатки. Окей. Заходят в магазин без меня. Ну, вы знаете, Старбакс это долго. Заходишь. Мы еще пропустили, знаю, сколько народу там. И заходят без меня. Короче, я там Старбакс что-то делаю. Я такая, иду, они выходят. Я такая, это что? А я, вы знаете, человек straight forward. Я говорю сразу, что я думаю, и почему вообще меня не спросили, окей. Эти такие, там нечего смотреть, там нечего делать. Это вообще какой-то странный магазин. Данна, пошли отсюда. Я такая, нет. Нет. Ну-ка быстро пошли за мной, бля. Зашли полмагазина. Реально, окей? Просто заходят люди такие, окей, ну пошли, бля. И ушли, бля. Теперь, что купила себе я. Это, конечно, абсолютно не стиль моей сестры, вы понимаете. Я, кстати, себе такие тапочки тоже хочу. Я жду, пока мне найдут мой размер и пришлют в этот магазин. Нет, это еще один сапоги, кстати. Там надо было, в магазине надо было снимать, когда вот продавец-консультант... Да у меня настроения не было. Нет, когда продавец-консультант вытаскиваю, откуда какие вещи. Да, нам все с Бека доставали. То есть, а он когда понял, что у меня бабло, бля, ну ты видела, да? Как только он понял, что я сейчас все здесь куплю, он просто мне открыл весь список вещей, которые у него спрятаны в загажнике, при этом платье не было. И еще там 350 платьев, обуви и всего остального. То есть, он мне все приносил из бэкдор. Но такое они часто делают в аутлетах. Короче, я, многие из вас знают, многие из вас знают, что я очень давно хотела меховые тапочки от Hermes. Я тоже не помню, как они называются. Короче, несут здесь такие классные, большие, массивные меховые тапки. На них огромная буква H. И иногда еще там есть такая перемычка ближе к ноге, да, ближе к самой стволу ноги, блин. So, и они меховые, они разноцветные, но их не достать. Например, Зуля была в магазине Hermes недавно. В Праге. Да, в Праге. И, к сожалению, там не было в наличии. В Чикаго в наличии тоже нету, на сайте в наличии тоже нету. Иногда бывают дропы на сайте, на что можно как-то выловить. Но, вы понимаете, я заинтересно занята. И мне сидеть и вылавливать эти дропы о времени, как говорится, нет. Так вот, поэтому я купила себе меховые тапочки от Saint Laurent. Я зашла, ой, сори, я зашла, и мне очень понравились эти тапочки. И продавец такой, да, это суперкрутые тапочки, я тоже себе их хочу. Я такая, да, я хотела себе меховые тапочки от Hermes. Он такой, о, у меня есть тапочки от Hermes, полное говно, не покупай, они такие слайд, типа туда-сюда, у тебя будет есть нога, они супер неудобные, бери Saint Laurent. И я такая, ну да, kind of makes sense. Ну, как говорится, кто знает, может и Hermes, мы тоже купим. А вот такие, друзья, меховые тапочки от Hermes. Причем, мне кажется, что это норка. Да. Да? Похоже. Это норка крашеная, окей. Это не какая-то, не какой-то баран. Это норка, да? Это норка. И я думаю, что это настоящая норка, я не думаю, что это искусственное. гримпиться нету, ай-яй-яй. Я не думаю, что это искусственный мех, ну, как говорится, кто знает. это натуральный мех. Натуральный, да? Это натурмех. Видишь, скажу, кожа. Да, стоп, стоп, я ногу просто подниму, наверное. Вау, они все все. Мясечные, считают. Видишь, внизу кожа. Вот такие вот красивые тапулечки, и они мега, мега удобные. Так что, как говорится, не будем как basic bitches, будем индивидуальные, и не будем носить, как все носят Hermes, мы будем носить Сейн-Лоран в настоящем каракуле, блин. И последний лот. И последний лот. Сумка. Короче. Ты будешь рассказывать эту позорную историю? позорная история. Конечно. So, кто, кто за позорную историю? Расскажите. Голосуем. Голосование, друзья. Вы хотите, даже мы согласны, вы хотите услышать позорную историю, или вы хотите straight посмотреть сумку. Окей. А, за туфли сколько мы отдали? Значит, эти туфли в оригинале стоили 1250, они были на 50% скидке, я заплатила за них 620. You know? Ну, они дорогие. Ну, понятно, но это же все-таки каракуль. Да, да, да. Все за, боже мой. Неужели никто не хочет думать, что я идеальный человек и никогда не позоришь? Что, короче, моя сестра приехала, значит, с Россией и такая так, короче, мне нужна в Майкл Корс. Ну, я такая думаю, ну, может, в Майкл Корс, как бы, мне не результ, это, окей, надо там. Ты на баджет, so I get it. Окей. Ну, в смысле, как бы, ну, как бы, примерно понимала, сколько у нее денег, примерно понимала, какой у нее баджет, но такая, думаю, ну, окей, ладно, хочешь Майкл Корс, Майкл Корс, она говорит, я хочу Майкл Корс, ну, окей, мы едем в этот утлет, и нам говорят, что вот этот весь стенд в Сейн-Лоране сумок на скидке плюс 30% дополнительная скидка, я такая, ладно, пошли посмотрим, может, что-то прикольно, пошли посмотрим, просто посмотрим, но у нее, хотя бы ничего не стреляет, so, мы взяли эту сумку, и мы ее посмотрели, и, естественно, Зуля там и мается, и туда, и сюда, и я не хочу, и не могу, и, да, и вообще, это дорого, и у нее такой материал, и она испортится, и она будет такая, и она будет секая, и вообще, и нет, и мне кажется, мне нужен Майкл Корс, и я сижу, а она мне, как раз мы были в Сейн-Лоране, она мне сказала, сколько они планируют зарабатывать, знаете, как бы свой гол, поставили себе Сейн. по жизни, да, каждый человек, как бы ставит себе, как бы, этот, планку, да, и она мне говорит, сколько ее муж поставил себе планку зарабатывать, там, в ближайший год, и когда она мне это сказала, а ее муж обычно добивается того, чего хочет, окей, ну, понятно, что это пока что не то, что есть, но это, скорее всего, будет, и когда она мне это сказала, я говорю, бич, there's no more Michael Kors in your life, окей, не позорься, и не позорь меня, блин, so, я даже сказала этому продавцу, я говорю, она планирует зарабатывать вот столько, ну, типа, ее муж планирует вот столько зарабатывать, и она хочет купить себе сумку Michael Kors, вот чувак такой у меня смотрит, как реально, реально, so, anyway, мы купили вот такую ей сумочку, ее первую luxury сумку, это не первая брендовая, потому что у нее были Michael Kors, и, подожди, и Coach, и Coach, но это ее первая сумочка от Saint Laurent, которую мы купили на большой скидке, конечно же, вы знаете, мы любим скидки, и, если вы готовы, то вот такая, красивушная сумочка в лого YSL, сделана она из чего? Замши, замши, окей, вот такая вот она, красивая, черная, у нее длинный страт, внутри, естественно, она вся на коже, здесь два больших отсека, вот так они выглядят, здесь большой кроссбар, и для матери троих детей удобный, белт, померьте, Зульфия, пожалуйста, покажите нам всем, как это будет смотреться, поближе, 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 вот такая вот красивая сумка, м-кай, чисто в Зулином стиле, как вы знаете, я чувствую стиль людей, и подсказываю им покупать только то, что им действительно надо, ну, не считая того, что что-то стоит 9 долларов, потому что это платье не Зулин стиль, но, как говорится, я ей говорю, давай попробуем, и если не продается, выкинешь, anyway, все, вот такая сумка, эта сумка, изначально стоила, эта сумка стоила, изначально, две с половиной, две с половиной тысячи долларов, естественно, мы ее взяли за 700, да? почти 800, почти 800, 850 было, ставки растут, там есть, а, да, 825, ну, а здесь, по-моему, нету этого, такса, нет, скидки, вот прайс, вот цена, да, 825 мы ее, короче, взяли, нет, видишь, еще промо-ивент, минус 300, а, это была цена от лета, в аутлете, потому что эта сумка стоила, изначально, 2500, в аутлете, она пришла за 1200, и на нее была, 30-процентная скидка, то есть, мы ее взяли за 825, ну, короче, win-win, you know, в общем, последний, лот, а, да, и еще мы вчера, когда пошли еще раз в магазин, в магазине Bloomingdale's, есть такой очень известный, американский магазин, он называется Bloomingdale's, еще очки, Bloomingdale's, мы туда зашли, и там часто бывают, брендовые, всякие разные, вещи, мы не пробуем, короче, тогда в магазине Sucks Off, да, есть такой известнейший магазин, Sucks Fifth Avenue, он во всех кино, по-моему, даже в Казахстане есть Sucks Fifth Avenue, мы купили три пары очков, но мои очки куда-то, естественно, делись, наверное, мой муж и ходил на работу, да, кстати, он ушел в каких-то очках, нет, он же ушел в ваших, в черных, да, по-моему, он не ушел, в своих ушел, да, ну, короче, не ссорюшим, очки мои исчезли, но вы увидите их во влогах, вот такие вот красивые очки от Tom Ford, а мы взяли моей сестре, изначально была цель одна пара, но, как говорится, мы, конечно же, взяли две, этот рисунок на очках называется Total, Tortoise, Brown Tortoise, как это, блин, короче, черепаха, блин, черепаха коричневая, вот такой вот красивый, кошачий глаз, стоили они 180 долларов, ну, изначальная цена где-то 500 долларов, и вторые очки от Gucci, их классическая модель, и у них была промоушен, купи одну пару, а вторую получи 50% off, поэтому я говорю, надо брать сочин 2, и, соответственно, эти очки стоили 80 долларов, а изначально он стоил 250, да? Нет, изначально они стоили 450, а, нет, я имею в виду, когда мы написали? В магазине, да, 250, а потом смотрим чеки, да, вот такие вот красивые очки Gucci, вот с таким красивым чехолчиком, ну, чехол, пофига, я за вычехли выкидываю в мусор, блин, реально сегодня взяла свой Tom Ford, такой чехол, бросила в мусорку, и она так, я не бросила, ты собиралась ее бросить, не, она лежала в мусорке, вот так сверху она лежала, я не знала, что она лежала, я не знала, что она лежала, ну ладно, она вот так, она просто вот так сверху лежала, боже мой, какое позорище, блин, а тебе не нужен случайно чехол от Tom Ford? он такой, да, да, ну, я такая, блин, такая достала, тихонечко, anyway, я часто вытаскивала из мусора, слушай, я вообще, я еще не брезгую, а что такое, это же твой мусор, блин, и покупка года, ну, по крайней мере, для Зули, это главная покупка, я не считаю, что это главная покупка, but anyway, это Gucci, зуля просто не знает, что Saint Laurent лучше, чем Gucci, но она думает, что Gucci лучше, чем Saint Laurent, босоножки, посмотрите, какая красивая, классическая модель, они были единственные в магазине, и причем, это не совсем ее размер, но сели они идеально, то есть, номер не ее, но сели они просто, как будто бы, были сделаны на ее ногу, вот с таким красивым сердцем внутри, да, вот такая вот красивая, классическая модель, от Gucci, на, одеваем? не дочень, у нас действительно Gucci считается круче, чем Saint Laurent, нет, ну не знаю, где-то, да, в какой-то русскоязычной стране, все, сейчас покажу вам Gucci, Gucci, шмучи, ну как, поверните, женщина бочком, ну просто королева, просто королевешна, богиня, царица, просто молодица, вот такой вот красивый, друзья, я еще купила себе, ну как, молодица, да, ярушка такая, и пришла, короче, такая, доить эту корову, и дует, иди, хамимая кошечка, иди, дай вам, женщину передайте, пожалуйста, лети, главную женщину, да, 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 я тоже очень люблю смотреть Юлю, да, она вообще шикарная, энергичная, главную кошечку, главную кошечку, вот такие вот, в Прагу нужен шенген, ну че, как топ, че там за топ пишут, че, подожди, очень красивый висе, как вам, топ, ребенок, фигура, фигура огонь, булочка, женщину передайте, пожалуйста, ну что, Замира Уразбаевна, вы готовы, я готова обновиться, к преображению, вашей жизни, такая, хоп, платиновая блондинка, посмотри, как тебе розовый цвет идет, да, тебе очень идет, мы же тебе купили розовое платье, все ждем, ждем, когда ты его наденешь, Мека, Мекочка, привет, как дела, как бизнес процветает, расскажи, пожалуйста, что нового, Микин муж тоже здесь, здравствуйте, здравствуйте, расскажите, как бизнес процветает, бизнес процветает очень хорошо, сложно вообще быть бизнесменом в Америке, это несложно, Не сложно, да? Не сложно, да. То есть вы рекомендуете людям приехать сюда и открыть свой бизнес? Образование. Нужно образование, вы считаете, да? Какое, вы думаете, нужно образование? Культуру понимать, американская система. Тут здесь чуть иначе. Образование, знание и язык. То есть вы не говорите, да, про образование какое-то классическое, как в постсоветском пространстве, закончить институт? Нет. Там, школу с красным дипломом, то есть это не обязательно, да? Не обязательно. Знаете, specific knowledge. Да, да, да. Нужно о бизнесе, да, конкретно? Что вы хотите открыть, чем будете заняться. Вы планируете расширяться в ближайшее время? Еще один салон будете открывать? Да, будем. Будете? Да. Где, в Нью-Йорке? В Майами. Правильно, маленькая Москва. Ну что, Замира, тебе, кстати, вот так очень идет, когда зачесаны волосы вперед. Вперед, я знаю. А что так не зачесываешь? Мне надо вот так вот, чтобы. Тебе вот так надо зачесывать все время? Да. Смотри, как ей идет Мека, да? Сейчас. Чистая твоя тема. Это моя тема, но мне просто никто это не делает. Сейчас Мека мне сделает. Мека, сделай мне вот так вот. Так надо научиться, блин. Правильно, да. Да, вот здесь вот так вот просто делаешь, и она вот так вот несколько этих кисточков будет. Ну, короче, а я, друзья, буду делать укладку, а потом я иду на примерочку, друзья. А вы со мной. Здравствуйте, дорогие подписчики, Елиса Приньязова. Я веду свой мини-блог, историю о нашей с ней встрече. Сегодня мы прилетели в Стамбул, из Москвы в Стамбул. Приехали в аэропорт и приехали в первую гостиницу, потому что завтра мы летим в Барселону. Нам нужно ночь здесь переночевать. Завтра утром идем в другой аэропорт и отправляемся в Барселону. Сейчас я вам хочу показать, какой классный номер моя сестра для меня забронировала. Какая она у меня прекрасная. Так, смотрим. Рум-тур. Значит, это вот такая у нас гостиная. Красивая, большая. Вот. Здесь такой вид на ночной город. И дальше отправляемся. Так, здесь у нас вот такая красота. Вот, я здесь тоже такая красивая. Так, и здесь мы видим нашу спальню. Вот моя доченька лежит, отдыхает. Такая у нас здесь красота. Вот, с нетерпением жду встречу со своей сестрой. Но перед тем, как с ней встретиться, мы еще немного с дочкой по путешествиям по Европе, чтобы получить визу. Так что, не приручайтесь. Мы с Даринкой сразу первым делом на пляж. Приехали в наш первый город, где мы проведем несколько дней. Вот такое красивое море. Это Барселона. Отдыхаем, гуляем. Купаемся в море. Да. Ну что, мы уже два дня гуляем по Барселоне. И хотела сегодня вам показать, как мы ужинаем. Мы решили заказать что-нибудь особенное. Я решила заказать что-нибудь особенное. И сегодня это у нас осьминог и спаржа. А дочь у меня решила заказать вот такой кусок курицы. Потому что это было единственное блюдо из куриц. Вот такой красивый интерьер. Мы уже немножко загорели с дочкой. Чувствуем себя прекрасно. Настыщаемся солнышком, культурой и новыми знаниями об этом прекрасном городе. Будем мы еще здесь пару дней гулять. А потом отправляемся в наш следующий город. Об этом вы узнаете позже. Мы гуляем по Барселоне. На одной из многочисленных прекрасных улиц. Здесь представлено огромное количество бутиков. Мы их все сзади прошли. Они все сзади остались. И это какое-то невероятное ощущение. Снова видеть свободный мир, где все открыто, где нет границ, где все очень позитивные, энергичные, все такие общительные, добрые. Эта улица, на самом деле, мне чем-то напоминает Невский проспект, где очень много туристов, где все заходят-выходят в разные магазины, любуются по сторонам. И мы здесь также с Дариной классно проводим время и гуляем. Ну что, мы шли-шли по улице по Север-де-Грасе и наконец-таки пришли к этому прекрасному зданию, которое построил Антонио Гауди. Наверняка многие о нем знают, слышали. И это просто что-то невероятное. Даже не верится, что я это вижу своими глазами, что я так близко к этому зданию. Это как будто бы что-то сказочное, что-то ненастоящее. Я просто в восторге. Здравствуйте, дорогие подписчики. Юлия Суперняловой. Сейчас мы прибыли в наш очередной пункт назначения. Это Прага. Юлия сняла мне апартаменты через Airbnb в самом центре города, в историческом здании. Я первый раз в Праге. Мы, когда приезжали, ехали с аэропорта, я видела, что там есть здания, похожие, как у нас в Москве. Такие панельные дома. И сейчас мы находимся в самом центре, в историческом здании. Это просто невероятное ощущение. Меня тут встретил менеджер. И он сказал, что он специально к моему приходу согрел квартиру. Он мне просил там держать входные двери закрытыми, чтобы тепло не уходило. Очень красивая квартира. Хочу вам ее показать. Показываю комнату. Вот такая комнатка. Очень сделано все стильно, уютно. Продумано все до мелочи. И это прямо чувствуется. Продумываем дизайн. Все необходимые принадлежности на кухне. Вся техника. Так, здесь у нас вот такой санузел. То, чего нам очень сильно не хватало в гостинице в Барселоне, это стиральная машина. Поскольку я сама занимаюсь сдачей квартир посуточно, я много что знаю в этом направлении. Пока, вот на данный момент, мне все очень нравится. Все на самом высшем уровне. Как нас встретили. Как здесь все укомплектовано. Какая техника здесь присутствует. По чистоте. Я вижу, что здесь все прямо сделано от души. И как бы заботой о гости. Это всегда чувствуется. Есть такие квартиры, которые сдаются просто. Ну, как бы сдают и вообще не парятся. А есть квартиры, которые сдают с душой. Такие всегда хочется возвращаться. Там всегда есть какой-то фидбэк. Ну, какая-то поддержка от сотрудников. Нас встретил очень приятный молодой человек. Как оказалось, он сам из Испании. Вот. Мы с ним очень много беседовали. Так что вот. Очень устали. Время уже 11 часов. Ложимся спать. Завтра. Очень важный день. Наша прекрасная женщина в Управе. И мы сегодня решили не просто гулять. А мы решили обратиться к профессиональному виду. К Варваре. Так, идем. И она провела нам замечательную экскурсию. Я просила укороченного. Потому что нам было сложновато это долго все слушать. Вот, оставший ребенок. Это была замечательная экскурсия. Я вам очень советую. Есть экскурсия в Управе. Вращая к Варваре. Очень интересная. Любая обогновательная экскурсия. Спасибо большое. Вам спасибо. Очень рада, что понравилось. Компания. Компания. Субтитры делал DimaTorzok Смотрите на мою звезду Здравствуйте, дорогие подписчики Юлия Сапарниязовой Прошло ровно две недели, как мы вылетели из Москвы в Стамбул И сейчас мы снова в Стамбуле Мы пропутешествовали сначала в Барселоне, потом в Праге Мы получили визу И сегодня нам снова надо ночь переночевать в Стамбуле Чтобы завтра я одна улетела в Чикаго А моя дочь одна улетела в Москву Всем привет! Сейчас мы находимся в аэропорту Стамбула в Сабихе Гюкчен Мы сейчас вместе с Дариной Я сейчас сажаю Дарину в самолет до Москвы Там ее встречает папа Дарина летит одна Вместе вот с таким планшетом Это называется UM-тикет То есть я отдельно платила за сопровождение ее Самолет у нее будет 9.50 И в 8.50 я должна ее передать сотруднику авиакомпании Которая заберет ее и посадит в самолет Дальше, я так полагаю, за ней будут уже следить стюардессы Сама я сейчас возвращаюсь в гостиницу Забираюсь в Чмэнан И еду в другой аэропорт Международный аэропорт Стамбула И турецкими авиалиниями я лечу прямо в Чикаго Я с терпением, с огромным волнением этого жду Честно говоря, у меня прямо мурашки И что, ребятки, я уже на полпути Вместе с нами Я лечу в музей классов Романтические и скучные уже, по-своему, по-своему И уже совсем скоро я наконец-то встретилась с моей сестрой Я не побываю в Америке Здесь в большем теплее, потому что лучше И много волнуйся Да, то, что мы не спускаемся, я просто не верю своим глазам Посмотрите Я просто не верю, что я здесь У меня переполняю чувства Сейчас я на увижу с твоей сестрой, с твоей мамой Смотрите, это просто что-то невероятное Котики Вы только посмотрите, это мы Мы здесь все Я здесь Я не верю Я не верю Посмотрите на эту роскошную женщину Она меня встретила на своей крутой тачке О боже мой Я не верю Просто не верю Я смотрю вокруг У меня такое ощущение, что я прилетела на Марс Просто все другое Привет Вау Добавля Стоит Вау Добавля 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 Не верю Давай, обнимайтесь с дозулем Добавля Добавля Стоит Добавля Какой ты большой Большой такой мальчишка Привет Субтитры сделал DimaTorzok